Всем привет, с вами интернет-магазин Antelife.com.ua И сегодня у меня в руках модель под названием Vovni V5 До недавнего времени мы эту модель не продавали Вот поставщик выслал данную модель И я в принципе был приятно удивлен такой цене, таким характеристикам и вообще данному девайсу Смартфон вот в такой вот коробке Здесь мы видим все цены Данные по данной модели В комплекте у нас есть, давайте смотреть USB кабель и зарядка Больше ничего в комплекте у нас интересного нет Хочу начать рассказывать про данную модель с того, что у нее довольно-таки симпатичный дизайн Поставляется она в двух цветах, то есть передок у нее обязательно черный Задняя крышка бывает вот такая вот белая и черная Черный вариант имеет матовую крышку, белый вариант имеет такую полуглянцевую крышку Спереди у нас расположились три сенсорных кнопки Меню домой-назад Здесь у нас есть фронтальная камера, динамик, датчики освещенности, датчики приближения С этого бока у нас качелька громкости С этого кнопка включения-выключения Сверху разъем под наушники И снизу микрофон USB, USB, микро-USB разъем На крышке сзади у нас есть Камера 8-мегапиксельная Вспышка, логотип вовни И динамик Под крышкой данная модель Выглядит следующим образом Значит здесь у нас большой аккумулятор на 2400 Это его реальная емкость Я покажу вам тесты Я был очень впечатлен тем, что модель по такой цене В Украине мы продаем эту модель чуть ниже 200 долларов То есть уже в Украине, не в Китае, не под заказ Имеет она большую симку стандартную, маленькую микросим И слот под microSD карточку Взор свой хочу начать, конечно же, с технических характеристик данного устройства И поэтому мы перейдем в программку Antutu 4-й версии Значит данная модель набрала у меня 13031 Это стандартный показатель для этих технических характеристик Что мы здесь видим? Мы видим Vovni V5 Мы видим операционную систему 4.2 Android Мы видим процессор MTK6589 Графический ускоритель 544SGX Разрешение данной модели 720 на 1280 Это плюс однозначно Потому что дисплей и в таком разрешении смотрится просто шикарно У нас 8-мегапиксельная камера Гигабайт оперативной памяти 4 гига встроенных С заводской прошивкой сразу же модель свою память Ну практически не хочет никак использовать Кроме как установить с Play Market на нее программки С компьютером он не подключается со своей памятью То есть вся работа изначально нацелена на внешнюю SD-карточку Значит процессор, как я уже говорил Четырехъядерный MTK6589 Работает в частотном диапазоне от 500 до 1200 МГц 5-дюймовый, естественно IPS-матрица Весит 175 грамм Из датчиков, которые есть в данной модели Мы можем рассмотреть Во-первых, сначала, в первую очередь Мы рассмотрим количество касаний, которые распознает данная модель Их всего 5 Сразу же хочу вам показать работу датчиков Но почему-то забыл установить эту программку Сразу же покажу, что работает отлично Play Market с заводской прошивкой То есть как раз установим с вами эту программу Вот она установилась И мы ее сразу же открываем Значит из датчиков здесь есть рабочий GPS Wi-Fi, Bluetooth, само собой Датчик освещенности, датчик приближения Есть компас в этой модели Есть вспышка Вспышка давайте посмотрим, какого уровня Ну вспышечка очень слабенькая Такая, как диодик обычный То есть вспышка это не самая сильная сторона Конечно же Вы, наверное, видите, какого качества здесь экран данной модели Какая яркость, какая сочность картинок Сказать о том, что здесь большой запас яркости я не могу Потому что он здесь небольшой Вот у меня минимальный уровень И вот максимальный уровень яркости Покажу вам несколько ярких картинок Экран, ну мне очень нравится Как экран передает цвета То есть все сочно, ярко Насыщенно Ну нареканий у меня никаких не возникает Очень приятно смотреть на такой экран Темные цвета здесь отображаются Вот немножко светлее, чем На моделях Самсунга И, как я недавно делал обзор На модель Копию Самсунга GT9502 Прошивка у нас здесь 4.2 Android Стандартный Jelly Bean То есть все абсолютно стандартно Все настройки есть Все вот эти вот менюшки Настройки, обои можно менять Все это ставится Все у нас на полноценном русском языке Есть у нас несколько китайских софтин Которые можно, наверное, просто поудалять Вот так вот Как я показал одну То есть, ну, в принципе, смартфон готов Для нормальной полноценной работы Если говорить о технических возможностях То модель мне понравилась Она очень сбалансирована Современные игры с хорошей графикой На этом разрешении с этим процессором Идут отлично Давайте посмотрим, какое видео у нас запускается У меня есть видео в формате 720p Запускается оно отлично Вот это максимальная громкость Ну, средний уровень громкости Я встречал аппараты, которые намного громче Также посмотрим, как данная модель Будет справляться с Full HD разрешением Тоже запускает без проблем Без каких-либо программ Которые там нужно устанавливать Для воспроизведения МКВ формата Естественно, данная модель Будет отлично работать с Ютубом С любыми браузерами Благо размер 5 дюймов Позволяет нормально пользоваться В любых целях данным смартфоном Поэтому Эта модель подойдет практически для всех Если говорить о современных играх Мне понравилось, что модель довольно-таки сбалансирована И практически все игры на максимальных настройках Где это только можно поставить Идут отлично То есть, это можно встретить Ну, не в каждом HD смартфоне С процессором MTK6589 Поэтому смотрим Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Отдельного внимания заслуживает аккумулятор данной модели Я уже показывал в начале обзора, что аккумулятор достигает 2400 мАч Это реальная его емкость И я хочу продемонстрировать вам скриншоты по данной модели По тестам данного аккумулятора Я как всегда тестирую через программу Antutu Tester Да, это синтетический тест Но тем не менее, данная модель набирает 808 баллов Примерно такие же результаты я получал, когда тестировал модель GUG4 Advanced И например Lenovo P770, у которого 3500, у GUG4 3000 аккумулятор То есть, модель с 5-дюймовым дисплеем Показывает отличные, шикарные результаты по аккумулятору Модели такие как TCLW8 ZOPO C2 980 Эти все модели показывают 500-600 баллов То есть, они проигрывают по аккумулятору данной модели Также я тестировал эту модель при воспроизведении видео В общем, за 2 часа 30 минут на максимальной яркости у меня потратилось 50% зарядки Дольше времени не было, поэтому сделал скриншот на данном этапе теста GPS данной модели также меня порадовал Я GPS тестирую в основном в помещении Если у меня, если смартфон нормально ловит все То я не выхожу на улицу, никуда там не тестирую больше Значит, GPS у меня ловит отлично Спутники ловят вот То есть, вот на карте эти спутники Ну, то есть, я доволен работой GPS Вот еще один тест То есть, вполне GPS рабочий Наверное, когда ставлю, то буквально за 5-10 секунд Может быть, до 20-ти у меня ловит спутники и обозначает точку на карте Из дополнительных особенностей данной модели могу отметить, что модель поддерживает OTG кабеля, USB хост То есть, я подключаю сейчас флешку, у меня появится она в меню То есть, можно подключить к данной модели мышку, клавиатуру, флешку То есть, модель имеет вот эту вот довольно-таки нужную функцию Камера у данной модели, наверное, можно сказать, что это один из минусов ее Фронтальная камера, как мне показалось, такого же уровня, как у Lenovo P780 То есть, довольно-таки все мыльно Основная же камера на 8 Мп снимает видео в формате Full HD Обязательно сниму, покажу и фотографирую данную модель Тоже, в принципе, есть четкость, есть резкость фотографий Но, ну, не то это качество Хотя, если сказать, опять же, напомнить вам, что эта модель продается менее 200 долларов из наличия в Украине То и камера даже на достойном уровне выполнена По настройкам тут все стандартно Вот в программе тут стоит 6 Мп и видео качество Хорошее, это значит Full HD Что ж, давайте подводить итоги Что мы имеем за 1600 гривен? Мы имеем хороший классный дизайн Мне дизайн очень нравится Мы имеем вариант выбора с черной задней крышкой, ну и с белой Мы имеем большой дисплей Дисплей с разрешением HD С хорошими углами обзора IPS дисплей Очень яркий, очень насыщенный такой экран Довольно-таки стильно и солидно смотрится данная модель Максимальные, практически максимальные технические характеристики Из бюджетных вариантов Отличный GPS, великолепный аккумулятор Что мы можем купить за эту же сумму денег вот сейчас на рынке? Мы можем купить на 100 гривен дешевле Lenovo A820 Но нет фронтальной камеры, меньше дисплей, меньше разрешения Не такие классные углы обзора, не такой классный дисплей Мы можем купить Xaukai X9 Цена примерно такая же, тоже чуть-чуть дешевле, чем эта модель 4.5 дисплей, не такой аккумулятор Не такие углы обзора, но тоже достойный аппарат Teichel W8 Наверное, один из самых таких серьезных конкурентов для данной модели Но он выигрывает по сборке Он проигрывает по аккумулятору Камера, наверное, у него будет чуть-чуть лучше Но он и дороже Он дороже, наверное, на 100-200 гривен По всем остальным характеристикам данные модели, в принципе, идентичны У Teichel W8 нету ТГ-кабеля У данной модели, точнее, поддержки ОТГ-функции У данной модели эта функция есть На этом все Лично я очень доволен данным аппаратом Мне очень он понравился Советую и вам Спасибо за внимание Удачи вам Подписывайтесь на канал Ставьте лайк, если нравятся мои обзоры Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok